Эти кровали не новой. С 14-го, 15-го годов их стало очень много. Они примыкают к местным компаниям. Большинство берлинцев, с которыми я обсуждал ночные беспорядки, сказали мне, что никогда не напали бы на пожарную машину или машину скорой помощи. Они уверены, что это делали беженцы. Так или иначе, очевидно, что насилие вышло на новый уровень. Когда господин Мерц, выступая перед прессой, говорит о маленьких падишахах, это никак не решает проблему. Должны быть последствия. За правонарушением должно следовать неизбежное наказание, вплоть до тюремного срока. То, что происходило в новогоднюю ночь в Берлине, недопустимо. Это уже почти террор. Если не будет последствий, ситуация точно не улучшится. Таково мое мнение. Моя семья переехала в Германию незадолго до моего рождения. Я сам вырос в квартале, где жили в основном гастарбайтеры. Я хорошо понимаю, какая там жизнь. Многие местные семьи не приветствовали общение своих детей с нами. И мы дружили с такими же, как мы, оставаясь внутри своего круга. И там бывало всякое. Мы не бросали петарды в полицию или машинной скорой помощи, но делали много других глупостей. Будучи уже взрослым, я сам работал с подростками-мигрантами. Вел интеграционную группу в берлинском районе Ведин. В основном туда приходила молодежь арабского происхождения. Но были и турки, курды, Синти и Рома. Я бесплатно занимался с ними тхэквондо, тренировал их. Но было одно условие. Раз в неделю они должны были приходить ко мне на встречи. И там мы обсуждали такие темы, как сексизм, гомофобия, антисемитизм. С этой молодежью никто никогда не говорил об этом. И они практически не соприкасались с таким в реальной жизни. Я считаю, что такие беседы и встречи им очень нужны. Если подросток лично не знаком ни с одним полицейским, не понимает смысла того, чем занимается полиция, ничего кроме негатива она у него не вызывает. В его мире полиция появляется только чтобы задержать его или арестовать его соседей. То же самое относится и к антисемитским высказываниям. Гомофобия очень сильна в этих кварталах. Получается, что эта молодежь изолирована от общества, потому что просто многого не знает. И я был таким же. Но если в какой-то момент ты знакомишься с представителями разных групп, меньшинств, и понимаешь, что они часть общества, ты начинаешь задумываться о том, что ты тоже можешь стать частью этого общества. У этой молодежи такого понимания нет. До них это никто не доносит. Мы не коммуницируем, что мы тоже частью общества. Интеграция — это двусторонний процесс. Власти зачастую не знают, как найти подход к этой молодежи. Я думаю, нужно больше социальных работников с миграционным прошлым. Особенно женщин. Больше полицейских с миграционным прошлым, пожарных. Как-то раз я пригласил пожарного на встречу с молодежью в нашем клубе, чтобы он рассказал о своей работе. После этого он стал приходить на наши встречи каждую неделю, потому что увидел, насколько это важно. Они не знали, что делает пожарный. Они думали, что приезжает грузовик, оттуда достают шланг, заливают огонь, после чего машина уезжает. У них не было понимания, что это сложная профессия, требующая высокой квалификации. Соответственно, у них и не было уважения. Если им не показывать таких вещей, не говорить с ними об этом, они ничего и не узнают. И в какой-то момент могут уйти в криминал. Говорить можно все, что угодно. И господин Мерц может сделать еще множество провокационных заявлений. Но если кто-то нарушает закон, не обязательно устраивая беспорядки в новогоднюю ночь, а совершая, например, кражу или акт насилия, и не получает адекватного доказания, а делывается легким испугом, он точно сделает это снова. Пока законы будут такими, какие они есть сейчас, лучше не станет. Скорее всего, станет еще хуже. Я говорю вам это как социальный работник, как журналист, и говорю вам это как мигрант тоже.